Лантратова Яна Валерьевна, фракция «Справедливая Россия за правду» подготовится Леонова. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, фракция «Справедливая Россия за правду» с 2014 года признала независимость ДНР, ЛНР и с 2014 года оказывает помощь Донбассу. С преступлениями киевского режима я лично столкнулась в 2014 году. Я укладывала спать своего маленького сына, и мне позвонила женщина из Краматорска. Она плакала, говорила, что город заблокирован, электричества нет, а в подвалах сидит 3000 детей. И попросила сделать все, что угодно, только вывезти их из зоны боевых действий. Первый город, куда я приехала, был город Горловка. Я помню, когда чуть-чуть стрелять переставали, мы забегали в подвалы, передавали гуманитарную помощь, а дети выбегали и ложились на пол в автобусы. Мы прикрывали им головы руками и, меняя траекторию движения, вывозили из зоны боевых действий. Меняли траекторию движения, потому что в автобусы стреляли. Они готовы были стрелять в спины детям. Я никогда не забуду у глаза маленькой Дианы, 7 лет. В СУ расстреляли машину, убили маму, папу, брата, бабушку. А Диана сидела 4 часа между погибшими родителями. Я тогда взяла ее на руки, она заснула ненадолго, а потом проснулась и стала с кем-то говорить. Я почувствовала леденящий ужас. За время работы мы с командой вывезли 2700 мам и детей, 127 больных и раненых деток. Мы работали плотно с доктором Лизой. И тогда, понимая, что нужно писать письма на территорию Украины, Петру Порошенко, мы просили предоставить гуманитарные коридоры в соответствии с конвенцией 1989 года, но нам не отвечали. Тогда мы обратились в разные страны, и нас поддержало 19 стран мира. Депутаты Европарламента, профессорский состав Сорбоны, лидеры НКО. Мы попросили о гуманитарном коридоре и нам ответили. Нас просто стали всех признавать террористами и возбуждать уголовные дела. Анна Юрьевна в своем докладе сообщила о том, что за прошедшие годы потерпевшими от киевского режима было признано 24 340 детей. Около 300 были убиты. Тысячи остались инвалидами. И это страшная статистика, которая, к сожалению, пока будет пополняться. Но я надеюсь, после нашей победы следствие будет работать в полную силу по всем вскрывшимся фактам. Но неонацистский режим не только убивает, калечит и насилует детей. Еще одной целью Киева становится битва за умы наших детей. В ходе расследования нашей парламентской комиссии мы увидели, что 114 тысяч детей не могли нормально получать образование, ходить в детские сады и школы. В странах ЕС 50% украинских детей вовсе не посещают школы. Киевский режим создал целую систему вербовки наших детей, пытаясь вовлечь их в совершение диверсий. Коллеги, самое главное сейчас увидеть за сухими цифрами обжигающие души трагедия. Этого маленького мальчика зовут Саша. В Мариуполе он оказался под завалами дома. Мать погибла сразу. Три дня он пролежал там вместе со своим отцом. Когда мы его оттуда забрали, множество операций было организовано, и трубочка просто внедрялась в легкое, и нам нужно было его лечить. Низкий поклон Дмитрию Хубезову, с которым мы вывезли старшинку в Россию. Сейчас он находится на реабилитации. И таких детей тысячи. Я уверена, что наша комиссия, подводя сегодня итоги, продолжит работу по сбору фактов и показанию помощи таким детям, помощи психологической, социальной и иной. Но преступления киевских нацистов были бы невозможны без заграничных спонсоров. Я с моими коллегами Харитоновым, Красовым, Теркачевым, Дугиным направила в правоохранительные органы России, Франции, Германии, Штатов, Кипра данные, подтверждающие полностью финансирование террористической деятельности киевского режима, связанной с семьей президента Штатов Байдена. Одним из ключевых спонсоров терроризма был лидер компании «Буризма» господин Злачевский. В совет директоров этой компании с 2014 года входит сын Байдена Хантер Байден. И когда на территории Украины возбудили уголовные дела против «Буризмы», доказав причастность компанию к выводу и отмыванию украденных у Украины денег, а эти средства переводились на счет компании сына Байдена, то вмешался господин Байден-старший. И тогда закрыли уголовное дело после того, как компания «Буризма» перевела свыше 100 миллионов гривен на проект «Армия дронов». Уважаемые коллеги, проектом армии дронов расстреливают и обстреливают, убивают и калечат наших детей на приграничных территориях в Белгородской, Курской и других областей. И фактически убийство наших детей украинскими дронами проспонсировали эти люди. Уголовное дело уже возбудили в Следственном комитете Российской Федерации. И я убеждена, что все спонсоры терроризма, вне зависимости от их политических постов, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Уверена, что нам с вами необходимо инициировать создание международного трибунала и организовать международную группу по расследованию преступления киевского режима. Злодеяния нацистов будут осуждены не только нами, но и другими странами, чье руководство еще не забыло о чести, порядочности и человечности. Это будет альтернативой Международному уголовному суду. В результате мы добьемся, чтобы киевских палачей преследовали не только в России, но и на большей части Запада, где еще понимают необходимость борьбы с возрожденным фашистом. Фракция «Справедливая Россия» за правду безусловно поддерживает доклад. Храни Бог наших детей. Спасибо, коллеги. Спасибо, Яна Валерьевна.